11,63%. Такой оказалась годовая инфляция в Мордовии в октябре 2022 года. Общероссийский показатель выше ровно на 1%. Еще больший разрыв с усредненными данными по Приволжскому федеральному округу. Эксперты объясняют это расширением предложения отдельных товаров и ослаблением потребительской активности. Так в Мордовии, так и в России в целом вырос урожай зерновых. Это связано с благоприятными погодными условиями и увеличением посевных площадей. Высокий урожай снизил издержки переработчиков зерновых. В результате сократились годовые темпы прироста цен на муку, а это отразилось на замедлении годового роста цен на макароны и мучные кондитерские изделия. Рост урожая зерновых и сои также снизил издержки животноводов на корма. При этом возросли объемы производства мяса, молока и яиц. Предложение этих продуктов на рынке увеличилось. Эксперты считают, что в совокупности все эти факторы привели к замедлению годового роста цен на свинину мясные полуфабрикаты, сосиски, сардельки, фарш, молочную продукцию. Также в годовом выражении снизились цены на яйца и куриное мясо. Годовой прирост цен на продовольственные товары в целом в Мордовии снизился в октябре до 12,2%, после 14,5% в сентябре. По прогнозу Банка России, инфляция в 2022 году в целом по стране составит 12-13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, она снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. В прошлом году под влиянием роста издержек производителей на обогрев теплиц из-за более холодных осенних месяцев ускорился рост цен на тепличные овощи. Сейчас же в октябре погода была более благоприятной. Затраты на отопление по сравнению с прошлым годом сократились. В итоге ускорилось годовое снижение цен на помидоры, а годовой рост цен на огурцы сменился снижением. Дополнительно сдерживающее влияние на ценовую динамику этих продуктов оказало действие государственных мер поддержки тепличных хозяйств. Евгений Волков, Наши новости.